Аудhu Billahi Minashayt Anir-Rajim Bismillahir Rahmanir Raheem Alhamdulillah Vassalatu Vassalama ala Rasulillah Amma Ba'd Дорогой джамаат Буйнакского района Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu Пусть Аллах примет наш этот благодатный маджлиз в этом благодатном месте, в этот благодатный месяц На самом деле очень много благодати совпадает когда мы вот таким образом собираемся вспоминать об Аллахе, воздавать хвалу Всевышнему Аллаху. Ведь на самом деле, говоря про подобные собрания, маджлисы, посланник Аллаху, алейсаляту вассалям, говорит, что Всевышний Аллах гордится перед ангелами за таких своих рабов, которые пришли восхвалять Его, благодарить Его за Его религию, за Его блага дары. В другом хадисе посланника Аллаха, алейсаляту вассалям, говорится, что Всевышний Аллах, ангел, делает свидетелями тому, что Он прощает грехи всем тем, кто присутствует на таких маджлисах, даже тем, кто попадает сюда случайно. Пусть Всевышний Аллах воздаст нам всем многократно, пусть Аллах Всевышний сделает это мероприятие и подобные благодатные мероприятия причиной искупления наших многочисленных грехов. И долго не буду говорить, хочу обратить ваше внимание на одну деталь, на один момент, на который многие сегодня, дорогие братья и сестры, не обращают внимания, независимо от этого, братья и сестры. Вот в нашей религии, дорогие братья и сестры, есть понятие «Аманотуль-Калям». «Аманотуль-Калям» — это доверие в речи, доверие в словах. Более обобщенно, если сказать, это доверие в любой информации, которая до нас доходит. «Аманотуль-Калям» — это доверие в «Аманотуль-Калям» — это доверие в «Аманотуль-Калям». Точно так же любая информация. Сегодня очень много средств для распространения разного рода информации в разных социальных сетях, в группах. То, что человек тебе сказал, лично тебе сказал, или же в узком кругу сказал, мы должны понимать, что это «Аманот», дорогие братья и сестры. Эту вещь нельзя распространять. Запрещено «Харам» эту вещь распространять. Если ты это сделаешь, ты человек, который не заслуживает доверия. Ты хаин. Это одно из качеств лицемера, о котором посланник Аллах, алейсалату ассалям, сказал. Лицемер — одно из его качеств, это когда ему доверяют, но он не оправдывает доверие, вероломствует. И здесь, когда человек, зачастую иногда бывает, человек очень сокровенно может другому рассказать, чтобы излить душу и так далее, какая-то проблема личная. И этот человек без зазрения с совестью вот эту вещь разглашает, рассказывает другому. Это одно из качеств мунафика. Запомните, дорогие братья и сестры. Амин — это одно из величайших качеств нашего посланника Аллаха, алейсалату ассалям, доверенный, честный. Поэтому порой иногда то, что мы говорим, оно может повлиять на судьбу человека, испортить жизнь человеку, тайну, которую мы разглашаем, и не обращаем на это внимания. Поэтому нам нужно следить не только за тем, что мы говорим, но и очень следить и хранить то, что нам говорят. Верующий человек должен быть человеком, который умеет хранить тайны, не разглашать. И такого нету в нашей религии. Там по секрету одному человеку сказал, нет, ты уже вероломство сделал. Ты вероломный хаин, даже если одному человеку рассказал, даже самому близкому. Кто-то может подумать, я могу это рассказать, например, супруге, или же женщина, сестра может подумать, я эту вещь по секрету расскажу мужу, все равно хьянат. Это вероломство. Упаси на Всевышний Аллах, дорогие братья и сестры, от такого вероломства, которое, к сожалению, очень сильно распространено среди нас. И пусть Всевышний Аллах сделает нас аминами, как наш посланник Аллаха, людьми, заслуживающими доверия, и которым можно доверять все, что угодно, и которые не будут разглашать чужие тайны. Пусть Всевышний Аллах нам поможет. Еще раз прошу Всевышнего Аллаха воздать многократно всем тем, кто сюда пришли. И пусть Всевышний Аллах, вот в конце этого месяца хочу пожелать и попросить Аллаха, чтобы Он принял наши посты, наши поклонения, наш Ибадат. И пусть Всевышний Аллах нас зарядит, даст нам такой духовный заряд, который хватит нам, иншаллах, до следующего месяца Рамадана. Пусть Аллах поможет. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракат.